Друзья, всем привет! Конец сентября 2018 года, опять настала холодная пора, температура опускается до плюс девяти, плюс восьми. Снова начинаю по холодам кататься, экипироваться уже потеплее, как видите, я уже в шапке, баф, куртка. Сейчас я тестирую новый вельчик, но мне вспомнилась зимняя покатушка. Прошлой зимой, в январе, тогда лежал еще снег, 130 километров я проехал, наверное настало время показать вам этот видосик. Сегодня еду в соло-тур, 160 километров собираюсь проехать Кагул, Кантемир, Камрад, Балабаны. За день холодно на улице, январь, сейчас ноль градусов, но к обеду поднимется температура где-то к плюс семи, плюс восьми. В общем, покутного мне ветра, погнали! Так, друзья, первый пит-стоп, выезд из района Касу. Ну что, едется классно, выехал где-то в ноль, плюс один, сейчас чувствую, что теплеет и солнышко иногда углядывает. Две минуты отдохнул, попью чайок, я себе взял, точнее не чайок, а медик с лимоном в термосе. Начал я запаковывать уже пакет, всю еду и жидкости, потому что бывает, что подтекает, начинает быть все мокрое в сумке, поэтому я уже опытный в этом плане. Горячий. Есть 5 километров, друзья. Первый пит-стоп, заеду покушаю. После отдыха прохладно немножко. Вот такое вот красивое небо. Чувствую себя отлично. Подъемчик на Кантемир, 46 километров за спиной. До Кантемира дорога всем знакома. С Кантемира на Камрад ждут меня сюрпризы какие-то, потому что я там дорогу не знаю. Кантемир. 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 Порумбештили в Порумбей, здесь родничок хороший. Наборчик велосипедиста, вот так вот я тут и парковался, вот такое вот местечко. Порумбешти, 55, ну почти 60 километров у меня за спиной. Еду я дальше, погодка супер, смотрите, солнышко, достаточно тепло, ветра сильно не ощущаю в принципе. Смотрите какие горки меня ждут. Друзья, вот это здание. Дом престарелых, я не знаю друзья, напишите кто что знает об этом доме, работает он сейчас или нет. Вот, может быть он уже не дом престарелых. Как здесь условия, как здесь люди. Перенездик. Вот так я иду со съемками. Друзья, зацените какая горочка меня ждет. Ух. Сейчас вот там, аж вот туда наверх. Ну что, мы не ищем легких путей, да? Погнали. Мне стало жарко, мы снимаем литровку. Узря, чувствую себя как летом. Тепло, солнышко греет, спинку очень. Поднимаюсь на подъем, тело разогрето. Ух. Ощущение как будто плюс 25 на улице. Очень классно. А снежок лежит. Вот он. Вот он мой подъемчик. Вот машина сзади меня поднимается. Друзья, я офигеваю. Вот это подъемы. Смотрите что меня ждет еще. Ого. Это все один подъем. Очень интересно будет посмотреть на график потом. Под конец подъема. Перекур. Это самый большой подъем в моей жизни пока. А природа, смотрите-ка. Я поднял эту горочку. Друзья, не знаю как показать. Насколько она большая, крутая. Но смотрите как я высоко нахожусь. Такая вот высота. Такие виды. Такие жесткие подъемы пошли. Камрад. Камрад. Заезжаю в Камрад со стороны Кантемира. Спасибо за효. Уни... Друзья, выехал я за Камрад, приехал Камрад сразу, не останавливался, хотел успеть по погоде, пока кушал, немножко прошелся дождик, возможно у меня дождик еще и в дороге застанет, потому что там вероятность дождя до 6 вечера, сейчас, 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 4.42, друзья, вот за что люблю велопокатушки, особенно такие длинные заезды, встречаешь рассвет, уважаемые, видишь, много-много красивого, впереди дорога, Друзья, не знаю, если видно, гляньте, какая красота, вот, вот за что я люблю поездки, особенно ночные, еду за спиной 120 километров, я нахожусь в светлом, дойду до Балабан, и там уже сады отдохну, скорее всего, оттуда уже поеду на машину домой, лучший путь сегодня будет пройден, уже пройден, а еще километров 10, я думаю, 130-ка у меня будет, ну окей, погнали, не знаю, как меня видно здесь, поехали дальше. Да, друзья, мы это сделали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok